Эпидемиологическая обстановка в Карачаево-Черкесии остается по-прежнему напряженно стабильной. При этом активными темпами идет прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Более подробно о том, как обстоят дела в нашем регионе, мы поговорили с заместителем министра здравоохранения Карачаево-Черкесской республики Динарой Камурзаевой. Динара Магомедовна, здравствуйте. Хотелось бы узнать, как складывается эпид-обстановка в нашей республике за прошедшую неделю. Эпид-обстановка в течение всей недели стабильная. В среднем за сутки выявляем 11-12 человек с вновь выявленной коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день общее количество заболевших за весь период составляет 19 839 человек. Из них выздоровело 19 540 человек. 132 человека в настоящее время получают лечение в ковидном госпитале на базе городской больницы. И порядка 200 человек находятся на амбулаторном лечении на разных стадиях заболевания. Если говорить о госпиталях, которые сегодня развернуты на территории республики, сколько из них функционирует и койко-мест? Насколько мы сегодня обеспечены ими? Сегодня в Карачаево-Черкесской республике функционирует один госпиталь, временный, развернутый на базе Черкесской городской клинической больницы. Коечного фонда этой больницы вполне достаточно для того, чтобы качественно и своевременно получали лечение жители нашей республики на данном этапе. Кроме того, на базе этой же больницы существует возможность развертывания дополнительных коек. Они все в резерве. Мы можем при необходимости в любое время просто расширить, открыть новые дополнительные отделения, которые сейчас прошли санобработку и находятся в резерве. Все имеющиеся и работавшие во вторую волну госпиталя тоже готовы. Мы очень рассчитываем на то, что в этом не будет необходимости, но в случае, если она все-таки возникнет, есть списки персонала, который в любую минуту может выйти на работу. И оборудование, и оснащение все сохранено. Расчет коечного фонда ведется по специальной формуле. От общего количества заболевших рассчитывается потребность. И в зависимости от нее, соответственно, кадровый потенциал учитывается. Ну и так далее. Масса факторов, которые необходимо учитывать для функционирования госпиталя. Можно ли говорить о том, что эпид-обстановка стабилизировалась или нам следует ждать третьей волны? Наверное, правильнее ее назвать стабильно напряженной. Потому что вроде бы каких-то глобальных всплесков заболеваемости мы не видим, но потихоньку-потихоньку выявляем. И в последнее время люди активизировались, стали выезжать за пределы региона, страны. Это уже ведет за собой, как правило, уже опыт показал, да, и в первую и вторую волну. Чем больше активность населения, тем больше шансов, что третья волна все-таки будет. И, кроме того, время показало, что, конечно, необходимо соблюдать ограничительные мероприятия, нельзя пренебрегать тем, что мы можем носить маски, обрабатывать руки и стараться не посещать многолюдные места, как минимум без надобности и без средств защиты. Но в полной мере нас может спасти от этого недуга только вакцинация. И мы активно уже пропагандируем по всей стране и во всем мире, что это единственный способ специфической профилактики новой коронавирусной инфекции, альтернативы которому на сегодняшний день нет. Если говорить о приювочной кампании против коронавируса в нашей республике, какими темпами на сегодняшний день продвигаемся и сколько человек уже вакцинировались? Что касается возможностей, возможности у нас абсолютно безграничны, скажем так. Мы исполнили все рекомендации Минздрава России и правительства Российской Федерации. Вакцинация организована в полном объеме. У нас функционирует 13 локальных пунктов вакцинации в каждой районной поликлинике, в Черкесской городской поликлинике, в лечебно-реабилитационном центре. Помимо этого у нас функционируют выездные мобильные бригады, которые могут обслуживать пациентов на дому. На первых порах мы старались организовывать какие-то коллективные выезды. Сейчас наши мобильные бригады выезжают в каждый дом, что называется. То есть формируются накануне списки предварительно, участковые службы прорабатывают их со службами, которые проводят вакцинацию. Люди предварительно обзваниваются. Большой акцент делается на диспансерных пациентов, потому что группы риска в приоритете. Конечно, всех желающих провакцинировать мы в течение дня, только Черкесская городская поликлиника может не менее 300 человек провакцинировать за один день. То есть мощности нам позволяют сделать все. Оборудование необходимо и закуплено. Морозильные камеры, все, что нужно для хранения, для транспортировки, мобильные морозильные камеры. Все это заранее было приобретено, мы подготовились. Что касается темпов вакцинации, то хотелось бы, чтобы население поактивнее все-таки и посерьезнее отнеслось к этому вопросу. Потому что здоровье населения в целом ровным счетом зависит от каждого из нас. Если мы не хотим вакцинироваться, значит мы подвергаем угрозе своих близких, соседей, коллег по работе и так далее. И, наверное, нужно расставить приоритеты, обдумать еще раз очень внимательно и все-таки подойти плотно к этому вопросу и пройти вакцинацию. На сегодняшний день тяжелых поствакцинальных осложнений ни у кого из жителей нашей республики не наблюдалось. Вполне допустимые побочные явления в виде гипертермии, ОРВИ-подобного синдрома, головных болей, познабливания в течение нескольких дней после вакцины – это допустимые проявления, которых не нужно бояться. Вот есть ряд граждан, которые не пришли на второй этап, потому что недостаточно хорошо чувствовали себя после первой. Но в любом случае вакцинацию, если это не тяжелые аллергические реакции после введения первого компонента вакцины, конечно, лучше завершить вакцинацию и ввести второй компонент. Редактор субтитров А.Семкин